Жильцы домов номер 2026 по улице Ленинградской в Кировске возмущены качеством уборки своего двора. Вернее, они говорят, что уборкой этот процесс вообще назвать сложно. Так чистит или не чистит управляющая компания эту придомовую территорию, разбиралась наша съемочная группа. Любовь Медведева живет на Ленинградской 24. Не так давно женщина, выходя из подъезда, поскользнулась и упала. В итоге травмировала мизинец. Сидела на больничном, потеряла в деньгах. Сейчас подает в суд на Кировский жилсервис, так как причиной падения считает безобразное обслуживание придомовой территории. Плохо чистится придомовая территория. Потом не посыпается, из-за чего я получила травму, было не посыпано около дверей и вот где ступеньки. Потом не вывозится снег у нас. Но нам, как я была на приеме у Лучинской Натальи Николаевны, это будет все в марте месяце. Нам Наталья Лучинская, директор управляющей компании Кировский жилсервис, в телефонной беседе озвучила совсем другие сроки. Но я не могу сказать, что он сложный двор. Один из каких-то самых сложных. Обычный двор в Кировске. Действительно, это очередной обычный Кировский двор, жильцы которого негодуют по поводу уборки. Во-первых, что называется, не проехать, не пройти. Во-вторых, снег не вывозится, а складируется тут же во дворе. В-третьих, переполнены мусорные баки. А еще опасения кировчан вызывают погребенные под толщи снега ГРУ или групповые резервуарные установки газовой службы. Однако работа по очистке территорий не без сложностей, но ведется, уверяют жилсервиси. А еще добавляют, что готовы пойти навстречу травмированной женщине, если суд будет на ее стороне. Она хочет 50 тысяч морального вреда. И 5 тысяч – это именно та разница, то есть тот ущерб, который она потеряла, разница между больничным и заработной платой ее. Я, естественно, в свою очередь предложила ей обратиться в суд и уже в судебном порядке выяснить все обстоятельства, чтобы уже каждая сторона могла предоставить свои доказательства и пояснения по делу. Ну и, конечно же, на усмотрение суда будет вынесено решение. Если суд признает, что мы виновны, значит, будем отвечать. Время покажет, кто прав, кто виноват. Ну а пока Любовь Медведева собирает документы для судебных разбирательств и максимально медленно и предельно осторожно передвигается по собственному двору.